Книга Деяния апостолов Но Кефа поднял его и сказал, встань, я всего лишь человек. Итак, их путешествие длиной в целый день, учитывая расстояние, вполне нормально, закончилось. Они пришли в дом Корнилия. Его явно Шимона воспринимают как божественного посланника, но, видимо, не очень понимают его статус. Почему? Потому что Корнилий пытается преклонить пред ним колены, чему, собственно, Петр, естественно, сопротивляется. Мы не раз видим на страницах Священного Писания подобную реакцию учеников Ишуа, когда они оказывались в схожих ситуациях. Дальше мы с вами читаем. В беседу с ним Кефа вошел в дом и увидел, что там собралось множество людей. Он сказал им, всем вам хорошо известно, что у евреев не принято сближаться с людьми из других народов или приходить к ним домой. Однако Бог открыл мне, чтобы я никого не называл скверным или нечистым. Поэтому, когда меня позвали, я пришел, не задавая вопросов. Скажите мне, для чего вы посылали за мной? Шимон видит большое количество людей. Он понимает, что перед ним не евреи. И я сейчас хочу передать вам суть переживаний, которые наверняка были в сердце у Шимона. Почему? Мы должны с вами понимать, что несмотря на то, что Тора много раз показывает, что в глазах Божьих все люди, все этносы, все нации равны, безусловно, но с другой стороны мы с вами понимаем, что если в соответствии с Торой еврей заходил в домки язычника, я подчеркну, практикующего язычника, то ему нужно было пройти обряды очищения. Почему? Потому что он считался ритуально нечистым. Более того, как вы наверняка знаете, еврейский народ оказался в первом плену, который часто называется вавилонским пленом, в результате идолопоклонства. Именно поэтому в Вавилоне и после Вавилона в еврейском вероучении сформировались механизмы защиты от идолопоклонства. Так появился, например, трактат, который называется Абада Зара, что, собственно, может переводиться как идолопоклонство, который, по сути, регламентировал взаимоотношения еврейского народа с другими народами, дабы избежать возможного нарушения Торы именно в вопросах идолопоклонства. Еще раз подчеркну, речь идет не о других этносах, речь идет о конкретно язычниках, которые поклоняются другим богам. Другой вопрос, что на тот момент наверняка огромное количество, не скажу, что все, но очень многие язычники действительно были идолопоклонниками в силу того, что поклонение иным богам было весьма развито в той же Греции, в том же Риме, по всему миру, кроме Израиля, по сути. Интересно, что, разговаривая с этими людьми, Шимон использует слово «алуфос», что значит «другие народы». Это слово никогда не переводится или не используется по отношению к язычникам в смысле идолопоклонникам. Оно используется по отношению к другим народам в смысле неевреям. Так это надо сказать. Почему? Потому что дальше он говорит эти слова «Бог открыл мне, чтобы я никого не называл скверным или нечистым». Кстати, здесь важная деталь, на которую я обещал обратить внимание в прошлом уроке. Шимон конкретно понимает, что то видение, которое он увидел, имеет отношение не к пище, а к людям. Он говорит, что никого не называл скверным или нечистым. О чем здесь речь? Речь идет о том, что сами по себе язычники не являются нечистыми. Нечистыми они становятся в результате идолопоклонства. Их дома становятся нечистыми, если там поклоняются идолам. И в этой ситуации действительно Шимон мог бы оказаться нечистым. Но вмешательство Бога привело его к осознанию очень важной истины, что из любого народа, о чем мы говорим и видим с вами дальше, Бог принимает. Я даже прочитаю. Я пропущу тот отрывок, где Корнилий рассказывает, как было. Почему? Потому что о его видении мы с вами уже разговаривали на прошлом уроке. И дальше Шимон в 34 стихе мы видим, говорит такие слова. Тогда Кефа обратился к ним. Теперь я понимаю, что Бог нелицеприятен, но что ему угоден всякий человек, боящийся его и поступающий правильно. То есть в иудаизме существовало с древних времен учение о том, что не евреи, другие народы, будем так их называть, дабы убрать здесь слово язычники, могут исполнять волю Божию. Даже существует такое заповеди сыновей Ноя. Я не буду сейчас говорить об этом подробно. У меня есть посвященный урок. Я просто дам в описании ссылочку на эту тему. Но глобально смысл выглядит так, что в Ное Бог дал заповеди всем народам, еврейскому народу он потом еще добавил. Так вот, еврей должен соблюдать эти заповеди, дабы быть праведником, которые были добавлены им. А остальные народы Бог будет судить в соответствии с заповедями, данными через Ноя. То есть, по сути, Шимон выражает вот эту идею, что все народы, из любого народа человек, если он поступает праведно, а мы вспомним, что Корнилий многократно в этой главе называется благочестивым, праведным, я говорил о том, что это значит, то для него есть место в Царстве Божьем. И, соответственно, это приводит Петра к тому, что он излагает Благую Весть, рассказывает о том, что Машех сделал. Я не буду об этом подробно говорить. Вы можете это просто прочитать. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Когда Шимон говорит, мы же свидетели всего, что он делал, как в иудейской провинции, так и в Рушалайме, они расправились с ним, повесив его на стойке, однако Бог воскресил его на третий день, но не явил ему всему народу, а лишь свидетелям, которых Бог избрал прежде, то есть нам, евшим и пившим с ним, после того, как он воскрес из мертвых. Почему я решил поговорить вот об этих стиках и обратить внимание на какие-то моменты из того, что мы с вами прочитали. Дело в том, что сегодня среди иудеев существуют люди, которые верят, что Ишуа – это Машех, который пострадал. Они просто верят, что Машехов будет два. Я не буду сейчас об этом говорить подробно. Для этого у меня есть отдельный урок. Так вот, они верят, что Машех – Ишуа – это Машех, который пострадал, но это не тот, который будет царить. Царить будет другой. Более того, есть люди, которые верят, что Маше еще воскрес из мертвых, но это абсолютно не доказывает его право быть Машехом. Почему? Потому что в отличие от того, что происходило на горе Синай, когда весь народ видел происходящее и реагировал на то, как Бог открылся Моисею, Ишуа не явился всему еврейскому народу сразу по своему воскресению. И это как бы в глазах этих людей говорит о том, что значит, что он не Машех. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Если мы с вами читаем книгу Матфея, 27 главу, 52-53 стихи, мы увидим, что когда Ишуа воскрес из мертвых, было огромное количество других воскресших, которые пришли к этим людям, дабы засвидетельствовать о нем. Это раз. Второй момент, на который я в связи с этим хочу обратить ваше внимание, что на самом деле действительно Машех будет явлен всему еврейскому народу, о чем мы с вами читаем на страницах книги пророка Захарии, где он говорит, что они возрядно такого, которого пронзили, и будут рыдать о нем, и будет каждое колено рыдать отдельно. То есть, то, что это не произошло в прошлом, это не значит, что этого не произойдет. Мы верим, что все слово исполнится, и когда народ израильский увидит воскресшего Машеха, то вся нация примет его и склонится пред ним. Дальше мы с вами читаем, затем он велел нам провозглашать и свидетельствовать еврейскому народу, что этого человека Бог поставил судить живых и мертвых. В моем переводе используется слово еврейский народ, на самом деле там опять просто стоит слово лаос, я в прошлом уроке об этом говорил, не буду повторяться. В контексте мы видим, что здесь подразумевается именно еврейский народ сначала. Главная идея, которую здесь Шимон пытается донести до этих людей, что функция Машеха – это суд. Посмотрите мой урок, посвященный осенним праздникам, вы увидите там, в частности, праздник Усуккот, вы увидите там, что существует эта логика на страницах Священного Писания, что прежде чем человек войдет в Царствие Божие, ему нужно обязательно пройти через суд. А устоять на этом суде можно только, раскаившись в своих грехах, по милости Божией. Других вариантов нет. И вот эту идею до них пытается донести Шимон. И он говорит, в 43 стихе, «Все пророки свидетельствуют о нем, что каждый, поверивший ему, получает прощение грехов через имя его». Другими словами, он говорит, Машех еще жив, он будет судить человечество, как и сказано о нем в Танахе, и только если ты раскаялся, ты получишь прощение во имя его, и только таким образом ты можешь войти в Царствие Божие. В 44 стихе мы с вами читаем, «В то время, как Кефа говорил, Руаха Кодыш сошел на всех слушавших эти слова. Все верующие из обрезанных, пришедшие вместе с Кефой, поразились тому, что Руаха Кодыш сошел на Гоим». Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь фигурируют верующие из обрезанных. Собственно говоря, надо сказать, что это, видимо, начало дискуссии, которая получит свое развитие на страницах книги «Деяния апостолов» по поводу вопроса, нужно ли, прежде чем ты сможешь уверовать в Вишуа, принять обрезание, как, видимо, кто-то из них считал, и в результате до самого первого Иерусалимского собора эта точка зрения была достаточно распространенной. Но, поскольку Шимон и присутствующие с ним увидели, что на этих людей сошел Дух Святой, и, безусловно, для них это было знамение, собственно говоря, у этого знамения и была такая цель, чтобы Шимон вместе со своими спутниками не воспротивился идее крестить этих людей. И дальше мы с вами читаем такие слова. «Разве можно запретить этим людям принять водное погружение? Ведь они получили Роаха-Кодыш, как и мы. И он велел им принять погружение во имя Мессии Иишуа. После этого они просили Кефу погостить у них несколько дней». Здесь мы видим картину, что Шимон преподает крещение этим людям сразу после того, как у него уверовали, в чем он убедился, благодаря сошествию Духа Святого и действия, которые Дух в них произвел. Опять возвращаясь к теме, что я являюсь противником ситуации, когда человек только уверовал и его сразу крестить. Почему? В данной ситуации мы должны понимать, что эти люди, они не были неподготовлены. Они хорошо знали ТО, они хорошо знали учения иудейские. Все, что им не хватало в их жизни, это вера в Машех. Когда же мы сталкиваемся, а в большинстве случаев мы сталкиваемся именно с этим, когда же мы сталкиваемся с ситуацией, что люди не знают учения, далеки от него, без подготовки таковых крестить нельзя. Это мое личное мнение. Это один момент. Второй момент, на который я хочу обратить сегодня наше внимание, что в каком порядке все происходило. смотрите, они сначала услышали Слово Божие, потом на них сошел Дух Святой, и после этого их крестили. Сегодня очень часто можно встретить людей, которые учат наоборот, что сначала они должны креститься, а потом на них сойдет Дух Святой. Я с этим тоже не могу согласиться. Если же человек не готов, то нет никаких проблем с тем, чтобы взять некую паузу для того, чтобы его к этому подготовить. Вот такая мысль, навеянная этой частью книги Деяния Апостолов, которыми я хотел с вами сегодня поделиться. Да благословит вас всех Господь! Большим еще амашей! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok